За период с 1 по 7 февраля сотрудники отдела ГИБДД составили 160 протоколов об административных правонарушениях. В городе произошло 8 ДТП с материальным ущербом и после нескольких недель затишья первое ДТП с пострадавшим. В минувшую субботу у дома номер 58 на проспекте Ленина водитель 1956 года рождения наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи он отказался, но на следующий день все же обратился в КБ номер 50. Ему был поставлен диагноз перелом костей носа без смещения. Кроме того, у него были выявлены ушибы и ссадины лица. Кроме того, на кистях рук также были ссадины и ушибы. После осмотра врачом данный гражданин был также отпущен домой. Сейчас ситуация разбирается сотрудники госавтоинспекции. Пока оснований составлять административный протокол на водителя нет. Также за прошедшую неделю на дорогу города задержали 6 автолюбителей, которые управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения. Еще один саровчанин дал порулить другу, который на тот момент находился под шофе. Как пояснил начальник отдела ГИБДД Александр Косинков, такие ситуации закон трактует однозначно. Прав лишат обоих. Предусмотрена аналогичная ответственность, как за управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это нужно понимать. И водитель привлекается практически по такой же санкции. И собственник, который передал водителю находящуюся в состоянии опьянения. А санкция одна и та же. 5 февраля стражи дорог подвели итоги профилактической операции «Безопасный автомобиль». За две недели зафиксировали 222 нарушения правил дорожного движения. Из них 38 по статье 12.5 КУАП. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. В двух случаях регистрацию транспортного средства аннулировали. 27 штрафов выписали за тонировку с настоятельной рекомендацией устранить нарушение. Требование предполагает удаление тонирующего покрытия в течение одних суток с момента выдачи этого требования. Поэтому все 27 водителей взяли тайм-аут для того, чтобы удалить тонировку где-то в гараже. Может быть, собственным, может быть, прибегнув к помощи специалистов. В зимнее время граждан просят убирать свои машины с улицы дворов, где запланирована механизированная уборка. Как рассказал Александр Косинков, по мере сил ГИБДД старается помогать коммунальщикам. Мы плотно взаимодействуем с ДЭП и в случае, когда необходимо им оказать помощь в части установления собственника, для того, чтобы собственник убрал вовремя транспортное средство, мы это делаем. Ну и вообще, как бы, находимся в телефонном режиме. Вся помощь, которая им необходима, мы им оказываем. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.